Рискует попасть в зону подтопления жители двух десятков населенных пунктов Иркутской области. Близится сезон весеннего паводка. В некоторых регионах страны ситуация уже близко критическая. У нас пока все не так плохо. Как пытаются предотвратить ЧП, расскажем в следующем материале. Почти полтонны взрывчатки позволяют разрыхлить больше 13 тысяч квадратных метров льда. Особые работы проводят на реке Бирюса в Тайшетском районе. По течению находятся сразу два населенных пункта и возник высокий риск затопления поселков. Необходимо избежать ЧП. В помощь местным специалистам были командированы 9 сотрудников аварийно-спасательной службы региона. Провели группу, которая находится в Тайшете, 3 взрывные работы по ослаблению ледовых полей. Это в районе деревни Тремино и в районе деревни Иванов мыс. Обработаны, так скажем, те места, где возможно образование заторов во время ледохода. Но все равно Тайшетский район в зоне риска. И не только он. В список территорий, где велик риск затопления населенных пунктов во время паводка, попали около 10 районов. И это несмотря на то, что толщина льда во многом ниже нормы. Но свои коррективы может внести весенняя погода. При обычных условиях максимальные уровни близки к норме, чуть ниже даже нормы. Но вот при таких ситуациях, при интенсивном резком развитии весеннего половодия, то есть это когда высокие температуры дневные или дожди в период половодия, при этом есть вероятность высоких уровней повышения. По прогнозам гидрометцентра, это вполне может произойти на реках Бирюса, Лена, Киринга и Нижняя Тунгуска. В нескольких регионах нашей страны из-за паводков уже вели режим чрезвычайной ситуации. Грозит ли подобное Иркутской области, пока непонятно. Реки начнут скрываться ото льда, скорее всего, в последних числах апреля. Павел Марчуков, Владимир Пинаев. Новости по будням.